Он же Максим Максимович. Максим Максимович? Ну, Исаев, Штирли. Я рядом. И не позорь меня. Сказано рядом, значит, рядом. Так. Гуляли на площадке с детьми, да? Ну, мы, да. Я уже села. Села. Они там бесятся вот так впереди меня. Все. И Ксюшка там была. Я вот так вот села, устала. А собака вот так. Собака какая? Ну, это же Юстас какая. Это же собака. И села. Вот так вот села. Лежит, отдыхает. Вдруг это крик говорю. Я оборачиваюсь. Уже в захвате собака. То есть она была на ребенке уже, да, собака? Она уже в захвате. Она уже вот так. Прям в лицо вцепилась девочка, да? Конечно. Прям вот так. А когда девчонку подняла, я была в ужасе. Я врач-стоматолог. Я сразу ей вот тут совместилась. Вот тут эти края. Вот тут, чтобы кровь немножко остановить. Она орет. Я ору. Потому что страшно. Я так испугалась. Побежала. Я уже даже не помню, как, что это уже дальше было. Я кричу, ребята, спасите, помогите. Бегу по этому. Кооперативу. Помогите ребенка. Быстро надо. В скорую. Скорее. Никто. Мужики там были. Никто даже собаку не оттащил. Я собаку сразу оттащила. Сказала, фу. Она меня послушала. Молодец. Послушала меня. И как-то она могла ведь не послушать. Не послушала. Видите, какая собака интересная. Ой. И мы побежали. А тут ехал. Вот там живет нас МЧС. Полковник. Он, по-моему, МЧС. Я говорю, помогите ребенка доставить в больницу. Быстрее. Потому что надо зашивать, чтобы там было чистенько все. Он говорит, я не могу. Я вызову скорую. Вот он вызвал скорую. Я сдала родителям. Ну все. Я, конечно, потом... Вместе с вами на площадке родителей не было, Ксюша, да? Родителей не было, к сожалению. А вот те взрослые, которые там были, кто не смог помочь? Это тоже местные? Никто не помогал. Какие-то местные, да? Да все наши. Никто не помогал. Никто. Никто даже близко не подошел. Они все от меня вот так раз в шарах. А я это... Мужики в шарах. Тетки в шарах. А много их было взрослых? Ну человек шесть было, может быть, семь. Знаете, вот не могу так сказать. Человек шесть-семь было. Трое взрослых. Они там выпивали? Что они там делали? Что они выпивали? Они с детьми плясали. Дядьки плясали. Я не видела. Там что-то дискотека была, да, какая-то? Ну дискотека, да. Там такую самодельную дискотеку устроили. Мы пошли, говорю, пошли попляшите. Ну дети, развлекаловка. Из-за чего собака напала на Ксюшу, вы не знаете, да? Ну я не знаю. Знаете, мы можем только предполагать, у них собака кобель, может быть, запах собаки. Я же у собачников консультировалась, у этих... У меня знакомые держат таких собак. У меня-то маленькая собачка. А вот по таким большим собакам я консультировалась, у трех собачников. Они все говорят, она могла махнуть рукой. Маленькая девочка, девочка... А у них в семье собака... У них кобель собака, да. Вы знаете, наверное, в течение обстоятельств. Запах и чужая девочка. Моих-то детей не тронуло. А нет, она их знает. Собака-то умная, в общем-то хозяин все, мама. Надо следить, это овчарка, надо же держать. Тем более детей так много. Нельзя отпускать собаку. Это же случай, это не единичное, что собаки нападают. Но она не напала. Ксюшка, может быть, рукой махнула, может быть, за нос тронула. Я не знаю, я не видела. Ну, наверное, махнула. Девочка сказала, что хотела ее погладить, да? Да, да, да. Ребенок сказала, что хотела погладить. Но для такой собаки этого достаточно. Вот мне так собачники сказали. Очень неприятно. У меня потом гипертонический криз. Я целый месяц не могла выйти из криза. Ужас. У меня вообще пострадали. Мы втрою. Я собака и девочка. Девочка, вернее, я и собака, которую мы посадили на цепи. Ну, вот с ней как бы тоже не очень-то заниматься надо собакой. Держать ее, гулять. Это собаки, которые рабочие, они требуют внимания к себе, эти собаки. Она же такая, знаете, сколько ей узнался, клещей вынимала. Она стоит. Клещ вынул, йодом замажу, клещ выну, замажу йодом. Но она меня бы, наверное, не покусала. Хотя сказали собачки, что могла бы и тебя покусать. Ну, это животное. Говорит, что виноваты прежде всего родители, которые отпустили с вами детей. Вы знаете, что, да, вина есть родителей. Но по закону, при чем тут родители? Вот в этой ситуации родители тут ни при чем. Собака, овчарка, без хозяина, без намордника, без поводка, вы знаете законы, не должна находиться в общественном месте. Тем более там, где есть дети. Я бы не сказала. Спасибо, что ты собаку оттащила. Могла девочка погибнуть раз. Могли быть повреждения еще больше два. Могла бы она накинуться на меня три. Извините, ребята, он сейчас будет на всех. Я у него пьяна. Вон это лесник, да? Конечно. Он сейчас будет на всех грязь лить. Это вообще. Ну, подождите, вы даже не принесли извинения родителям, да, за то, что собака покусала ребенка? Секундочку, секундочку. Значит так, чтобы сразу все было ясно. Во-первых, ни одного свидетелья нет, что моя собака не пьетил ребенка. Во-вторых, родители Дима и Маша прекрасно меня знают, прекрасно знают собаку много лет. Девочка играла с собакой много лет, да? Да, извините, то, что поймут в краю. Вот мне целый подподвожник милиции, да, в инфекции предназначенный сервисный медитинг сказал, что люди свою преступную халатность пытаются покрыть специальным собакам. А какой именно преступный халат? Преступный халат. Что девочка оказалась почти за километр от родителей. С мало, ну вернее, со знакомой женщиной, да, которая взяла нас на отвезы, взять пятерых детей. У меня собака сидела на участке. Участок, как дорожный, сфотографируйся, пожалуйста. Она полностью по периметру, да? Ну, как она ушла с участка? Как ее вымолить? Я не знаю. Я приехал, собака была на участке. Я не нашел ни одного свидетеля, который видит, как Юсу пустила девочку. Собака, похожая на Юсу, пустила девочку. Пускай доказывает. Вы мне извините, после того, как на меня стали наезжать, мне стали, вот видите, вас вызвать. Вы начинаете что-то фотографировать. Где? Вот собака рядом со мной. Вот я еду, а она на улицу не выходит. Она, тихо, спокойно, я ее запер в машине. Я еду сейчас с собакой в лес гулять. Меня сейчас загнали в такой угол. Да никогда у меня таких проблем не было. А то, что, я говорю, профессиональная моя этика заставит меня, независимо от того, я там это, понимаете, вот, мои вины не в плане административного кодекса, да? Это, да, статья 24 и 5. Это отсутствие событий административного правонарушения. Меня здесь просто не было. Я фас команду не давал. Откройте, пускай это. Зачем нанимать адвоката? На меня писать какие-то вещи. Ты, тихо, спокойно, ты меня знаешь много лет. Мы по-соседски, ну, мы, здравствуйте, здравствуйте все. Мы восьмать, говорится, есть его кто не пьет. Но, я говорю, я со своей стороны сделал, я говорю, тихо, спокойно. Я сразу поехал в больницу, побывал в палате, перевел с крачами. О, мама, получается, я прекрасно держу на контроле весь процесс именно девочки. Вы понимаете, что когда, знаю, кто у нее ведущая этот. Я вчера звонил в областную больницу, говорю, Саш, извини, это у вас сразу после нового года. Когда все тихо, спокойно, определимся, надо там что-то делать, не надо что-то делать. Почему? Потому что Шиле ее нечестно ли, что я хирую. Я просто хирую. Поэтому накладывали не косметические, а простые швы, говорит, Саш, говорит, все, отстань от этого, к Новому году, там станет все ясно. Тогда разберемся, нужны какие-то косметические вмещательства или нет. Если нужно, вы знаете, я со своей стороны сделаю все для того, чтобы это... Поэтому мнение родителей, что мне там говорят, приезжали в кооперативную, что вот на тебя собираются подавать там это, тебя видеокамеры снимают, вот корреспондент из индустрии, да, например, да. На меня начинается правля. На меня и на мою собаку. Я не дам в обиду ни себя, ни собаку. Он любимец Абганского клуба. Это еще погранцы не знают. Это вообще в Абганском клубе они в обнимку с ним фотографируются, наден пограничник. Это вообще любимая собака. Я выступаю на концертах, у меня... Нет, дело в том, что... Нет, подожди, Наташа, я говорю. У меня есть песня про собаку. Стас Назимов записан на эту песню. Я на концертах выступаю, у меня на концертах. Вы понимаете? Эта собака без палатка и без этого со мной доходит на сцену. Я пою на гитаре, она сидит рядом. Зал аплодирует, совершенно верно. Никто никогда не было. Я идеальную собаку воспитывал в 9,5 лет. А из-за этого недоразумения, меня интересует девочка Кристина. А весь этот сыр-бор меня не интересует. Вы понимаете? Вот девочка, да. Это моя профессиональная этика. Я сделаю все, чтобы там у нее... Примечник, эти... Современных, это... Медицинник. Давай, давай, пошли. Маку, да. Привет. Конечно, какое после этого отношение может быть. Я согласен на любых этих. А еще раз повторяю, что в плане моих знакомых и даже друзей, в плане челюстно-лицевой хирургии, в детской областной больнице, я это дело негласно держу на контроле и буду держать. И приложу все усилия, чтобы Кристина там... Там, чтобы она пришла, такой же красавица и в школу, как она была до того, как... Она пришла с какой-то собакой. Ладно, всего доброго.